Как пережить неудачный день подсказки всем знакам зодиака. Как поднять настроение, вернуть веру в себя и свои силы. И есть такие дни, которые мы смело можем признать провальными. Как сделать так, чтобы хоть как-то восполнить силы, поднять настроение, вернуть веру в себя и свои силы. Подсказка в особенностях мироустройства внутри каждого знака зодиака. А в нам лучше активничать, созидать, сделать что-то такое, что сбросит накопившееся раздражение и недовольство днем. Подойдет физическая активность, бассейн, пробежка, прогулка. Любой вид спорта, может тяжести потаскать, в магазин сходить, убраться под диваном и за шкафом. Устанете от мыслей, отвлечетесь. А еще вдруг осознаете, что вы ого-го, многое можете, вы выносливый и сильный товарищ, это поможет уснуть спокойно. Телец может провести вечер в обстановке, которая будет приятно. Можно купить что-то вкусненькое, приготовить себе ванну с самой любимой пеной, выпить чуть вина, посмотреть кино. В общем, сделать то, в чем вы себе обычно отказываете, потому что дел полно, потому что надо все успеть, потому что вы ответственный и деловой человек. Отложите все свои дела, нажмите на паузу, сделайте вечер исключительным из ваших правил. Близнецам стоит обзвонить всех, до кого только дотянутся. Но говорить надо не о проблеме, а о чем-то легком, приятном. Вспомните, что было у вас такого особенного и потрясающего на днях, можно даже совсем мелочь, и расскажите об этом всей округе. Люди зарядят вас своим оптимизмом, радостью и счастьем в ответ. И вам этого будет вполне достаточно, вы и наговоритесь, и хорошие новости отвлекут от проблем дня. Раку, скорее всего, поможет время, проведенное дома, в кругу семьи или в компании с дорогим и близким человеком. Супруг, друг, партнер, приятный и милый сердцу собеседник. Не грузите его своим, просто расслабьтесь и насладитесь легким общением с нотками романтики, томных взглядов, свечей и приятного ужина. Ну или, если речь не про личное, просто поговорите по душам с хорошим человеком, расскажите о том, что вас тревожит, вы получите подсказку и поддержку. Льву всегда важно знать, что он лучший, а в моменты появления слабости и бессилия, особенно. Поэтому вам хорошо бы найти такого собеседника, который доказал бы вам, что вы супер, несмотря на поражение сегодня. Вы можете даже открыто попросить близких поддержать вас, они поймут, подберут слова для того, чтобы вы не сомневались в своем величии, значимости, крутости и всемогуществе, именно это вам и надо. Деве нужно просто переключиться на ответственный и важный труд. Ничто так не расслабляет, утешает и успокаивает, как полезная, необходимая и нужная работа. Разобрать шкаф, навести порядок в ванной, приготовить сложный ужин. За работой, монотонными, но интересными ей делами, дева классно отдыхает. А может кому-то нужна помощь, детям с уроками, мужу с ремонтом, маме с цветами, надо чем-то себя занять, тогда мысли переключаться и думать сложные думы будет просто некогда. Весам нужна легкость, и скорее всего подойдет дружеское общение. В кино, в парк, в кафе, да хоть куда в приятной компании. Вам надо понять, что на вот этом трудном дне жизнь не остановится, она обязательно продолжится, более того, она, жизнь, состоят преимущественно из веселых моментов, а неудачи, исключения из правил. Но без них жизнь будет пресной и однообразной. Поэтому, веселитесь, угостите себя чем-то вкусным, поднимите себе настроение и будьте уверены в том, что вы счастливы, даже несмотря на маленькую тучку на небе. Скорпиону нужна тишина, уединение и спокойствие. И пусть так и будет, вы можете погулять в одиночестве, покататься в машине или даже на автобусе, заткнув уши наушниками, погружаясь в себя, в самые тайные уголки своего сознания. Не обращайте внимания на суету вокруг, не раздражайтесь, ищите гармонию в себе, отключаясь от внешнего мира. Все наладится, вы со всем справитесь, все получится и придет. Но только тогда, когда вы будете спокойны и нейтральны. Не забивайте себе голову и сердце злостью, агрессией и желанием отомстить обидчику, это потом, сейчас наведите тишину внутри. Стрельцу для разгрузки нужно открыть форточку, пусть внутрь залетит свежий воздух, напитанный интересными людьми, музыкой, кино, новыми видами и впечатлениями. Возьмите книгу, посмотрите кино, отправьтесь в самое оживленное место города, посмотрите на то, что вокруг вас, оно разноцветно, полно запахов, звуков. Стрельцу нужно вдохнуть многообразие жизни, это выведет из состояния страдания после трудного дня. Козерогу нужно собраться и начать перечислять свои успехи. И когда он дойдет до 10, 30, 50, 100, он поймет, что вот этот один проигрыш, это ничто, по сравнению с выигрышами. А еще круче будет, если Козерога поддержит окружение и вместо сожалений о провале. Само напомнит о том, где и как он умудрялся побеждать, несмотря на то, что другие боялись даже подступиться к этому. То есть можно похвалить себя самому, а можно послушать ода себе любимому, хворь пройдет моментально. Водолею нужно поговорить. О чем угодно, хоть о таянии ледников, хоть о жарке шашлыков, хоть про историю древних цивилизаций. Разговоры отвлекают, а если учесть, что водолей живет ими, они и станут той живительной влагой, которая даст силы, интерес, кураж. Водолеи способны быстро переключаться. В этом как раз и секрет отдыха и восстановления после трудностей. И еще, вам поможет осознание того, что где-то, в чем-то и у кого-то бывает и пострашнее, похуже, поглобальнее. По сравнению с большими бедами, ваша маленькая проблемка не такая уж и ужасная. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Вы найдете выход. Рыбам нужно с кем-то поделиться, рассказать о своих чувствах, страхах и надеждах. При этом советы как таковые им не нужны, важнее сочувствие и понимание. Хорошо было бы встретиться с кем-то близким и хотя бы полчаса провести в задушевном разговоре. А если еще добавить чашечку любимого напитка, то да что там это проблема, да и усталости нет никакой. Рыба почувствует себя нужной, любимой, понятой, и этого будет вполне достаточно. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.